Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня приготовим сыр горгонзола. Сыр с благородной голубой плесенью, пенициллином ракфорти. Родом из Италии, из одноименного местечка, недалеко от Милана. Для приготовления горгонзолы, как и для любых других сыров с плесенью, очень рекомендую использовать пастеризованное молоко. Это молоко мы уже пастеризовали и охладили до температуры 32 градуса. Если вы используете магазинное пастеризованное молоко, все ок, просто будем нагревать его. Если вы используете фермерское молоко, его надо процедить через марлечку, чтобы убрать из молока молочные сгустки, кусочки пенки, ну вот такие вот всякие вещи. После этого пастеризовать. Нагреваете молоко до температуры 65 градусов, выдерживаете 15 минут, и потом охлаждаете, ну чем быстрее, тем лучше. То есть емкость, в которой молоко нагревали, помещаете в большую емкость с холодной водой. Для приготовления горгонзолы нам понадобятся следующие ингредиенты. В первую очередь, мизофильная негазообразующая закваска, культура благородной голубой плесени, пенициллином, ракфорти, молокосвертывающий фермент, можно использовать любой удобный для вас молокосвертывающий фермент, как в сухой, так и в жидкой форме. Я рекомендую использовать растительный химозин, так как он дает более прогнозируемый, более стабильный сгусток. Также нам понадобится хлористый кальций, раствор 10% хлористого кальция, и понадобится поваренная соль для засолки. Ну и непосредственно молоко, о котором я рассказал. Сегодня мы будем готовить из 10 литров молока и половины литра сливок. То есть у нас 10 литров молока и пол-литра сливок. Если вы хотите готовить из меньшего количества, соответственно пропорции уменьшаем. Все пропорции, количество фермента, количество закваски, количество бактериальной плесневой культуры вы найдете в текстовом рецепте в описании видео. Мы же сегодня готовим из набора, предоставленного нам интернет-магазином сырок.com.ua, который включает все перечисленные мной ингредиенты. Также в интернет-магазине сырок.com.ua, кстати ссылку я размещу в описании видео, вы можете найти отдельно заквасочные культуры, отдельно ферменты, отдельно культуры всех видов плесени, использующихся в сыроделии, латексные покрытия для сыров и многое другое. При заказе от 200 гривен вы получите бесплатную доставку по Украине. Также можете заказывать, оформлять заказы, интернет-магазин сырок.com.ua делает отправку по странам СНГ. Так как мы пастеризовали молоко и оно у нас теплое, переливаем его в емкость, в которой будем готовить сыр. Мы готовим в мармите, есть у нас на канале обзор этого прибора. Можно использовать обычную водяную баню для приготовления. И сюда же отправляем сливки. Так как молоко пастеризованное, надо внести раствор хлористого кальция. Используется 10% раствор хлористого кальция. Ну, традиционно в сырах используется вообще в сыроделии 10% раствор хлористого кальция. Нормы внесения. Если у вас молоко не пастеризованное, то 1 мл на литр молока. Если у вас молоко пастеризованное, то получается норма внесения 3-4 мл на литр молока. Ну вот я буду вносить из расчета 4 мл на литр молока, то есть получается у меня 10 литров молока, значит 40 мл 10% раствора хлористого кальция. Последний шприц, перемешиваем молоко и оставляем на 3-4 минуты. Через 3-4 минуты вносим порошки закваски и культуры пенициллином ракфорте. Рассыпаем по поверхности молока и оставляем на 2 минуты, чтобы сухие закваски прямого внесения регидратировались. Через несколько минут хорошенько перемешаем наши заквасочные культуры вот такими движениями вверх-вниз. Суть в том, чтобы и закваска, и культуры плесени распределились по всему объему молока равномерно. После этого оставляем молоко в покое для повышения кислотности на 40 минут. При этом температуру поддерживаем в пределах 32-33 градуса, желательно, чтобы она особо не прыгала у нас. Если вы готовите без водяной бани электрической, просто в обычной кастрюле, то накройте кастрюлю крышкой и укутайте ее одеялом. Таким образом вы получите стабильную температуру. За 10 минут до окончания срока созревания молока растворяем молокосвертывающий фермент. Причем в любой форме, независимо от того, в жидкой он у вас или в сухой. В 50 миллилитрах кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. Через 40 минут внесем молокосвертывающий фермент. Тщательно перемешаем молоко. Теперь нам надо определить точку флокуляции, то есть точку начала образования сгустка. Или когда молоко начнет схватываться. Это нужно для того, чтобы определить время формирования сгустка, чтобы определить его правильно. Для того, чтобы определить точку начала формирования сгустка, помещаем на поверхность молока крышечку. И включаем секундомер, или просто засекаем время на часах. Как видим, крышечка свободно крутится. Каждые 2-3 минуты проверяем крышечку. Через 5 минут начал формироваться сгусток, и крышечка прилипла к поверхности молока. Вот так вот, видите, ее проворачиваешь немножко, она как на резине, возвращается назад. Значит, наступила точка флокуляции. Мультипликатор, или временной коэффициент для этого сыра 6. То есть умножаем 5 минут на 6, получаем 30, и, соответственно, держим сгусток, вернее, поддерживая температуру 32-33 градуса, оставшееся время, то есть 25 минут. Через полчаса проверим сгусток на чистый излом. Таким вот образом ножом раскрываем. Края сгустка глянцевые, ровные. Значит, он готов, и можно приступить к нарезке. Нарезаем сгусток вот такими вот полосками, размером где-то по полтора сантиметра. После того, как порезали в одну сторону, режем перпендикулярно предыдущему разрезу. Вот таким вот образом. После того, как сгусток порезан по вертикали, следует его порезать по горизонтали. Можно это сделать либо ножом, вводя его под 45 градусов со всех сторон поочередно. Но лучше использовать лиру, специальный нож для нарезки сырного сгустка. Так это делается практически в одно движение. Мы сейчас сделали, как говорят сыровары, постановку зерна. Теперь оставим зерно на 10 минут, чтобы оно немножко, чтобы отделилась сгустка и зерно уплотнилось. При этом поддерживаем температуру 32-33 градуса. Через 10 минут начинаем плавно и нежно перемешивать сырное зерно. Если где-то остались, то есть вот плавно и нежно, в прямом смысле этого слова, вот такими движениями. Если где-то остались крупные куски, то можно их так ложкой, бортик кастрюли разрезать. Мешаем в течение 20 минут. Через 20 минут вымешивания зерно округлилось и отдало часть сыворотки, стало более плотное. Как видите, друзья, готовить сыр это пара сущих пустяков. Ничего сложного. Стоишь себе, маслаешь зерно, а сыр себе готовится. Оставим его в покое на 2-3 минуты, чтобы зерно опустилось на дно. После того, как зерно немножко осело на дно, отбираем 2 литра сыворотки. Отвооружился дуршлаком, чтобы зерно у меня не ушло в сыворотку. Безусловно, это зерно возвращаем назад. И после этого приступаем опять к веселой истории помешивания. 15 минут. Через 15 минут веселухи с помешиванием зерна, оно стало вот таким вот. Я взял дуршлак, поместил его на кастрюлю. Прошу прощения, сверху застелил манглечкой. И перекладываю все это зерно в дуршлак. Ничего не прессую здесь, ничего не укладываю. Наша задача, чтобы оно стекло. После того, как все зерно перемещено, оставляем его на 50 минут стекать при комнатной температуре. Через 50 минут приступим к формированию головки. Ну, собственно говоря, надоели нам стандартные формы, которые очень низкие. И мягкие сыры в них получаются как блины. Поэтому из отрезка вентиляционной трубы нужного диаметра я сделал вот такую вот форму без донышка. Насверлил отверстие, ну, все зачистил. Используем дренажную решетку, дренажный коврик. И берем массу, вот так вот разминая, перемещаем ее в форму. После того, как сыр весь перемещен в форму, сверху накрываем его поршнем, немножко придавливаем, но не прессуем. Этот сыр прессуется методом самопрессования. Просто помещаем сверху поршень и оставляем на полчаса. Через полчаса, вот смотрите, покажу сырок, он потихонечку прессуется. Сейчас нам надо провести переворот, операцию переворот. Проводим ее вот таким вот образом. Вот за что я люблю форму без дна. Опа! И все перевернулось. И вам, кстати, очень рекомендую использовать вот такие вот формы. Потому что, конечно, формы магазинные, они, ну, зачастую достаточно непригодны для приготовления сыров. Итак, друзья, провели переворот через полчаса. Далее, в течение ближайших двух часов проводим еще четыре таких переворота. Всего пять переворотов. На следующий день сырок спрессовался и готов к засолке. Можем извлечь его из нашей формы. Вот такой вот он получился. Ну, а теперь помещаем его в форму опять. По той причине, что солить мы его будем в форме. Сейчас расскажу, почему. Аккуратненько надену сверху форму. Дело в том, что вообще горгонзола в оригинальных условиях, она не только солится в форме, она и вызревает в форме. Но не в такой пластиковой, она оборачивается деревянным шпоном специальным. И вот прямо в этом шпоне горгонзола вызревает. Он достаточно мягкий. Если мы его сейчас посолим без формы, просто посолим, ну, извлечем из формы и засыпем солью, он очень сильно расплывется, превратится в блин. И начнет отдавать влагу. Поэтому будем солить в форме. Ну, вот такая технология у этого сыра. С каждой стороны где-то столовую ложку соли. Это из расчета на 10 литров молока. Если вы варили из 5 литров молока, то, соответственно, с каждой стороны пол столовой ложки соли. Сыр после этого начнет очень активно опять отдавать влагу. Распределим соль равномерно по поверхности. И точно такую же операцию проведу с другой стороны. Вот так вот я его прямо в этой форме переворачиваю. Немножко соли просыпалось. Поэтому добавим. Вот таким вот образом. С этой стороны тоже высыпаем столовую ложку соли. Равномерно распределяя ее по поверхности головки. И оставляем сыр в форме на теплую фазу созревания. Температура созревания 18-20 градусов. То есть желательно, чтобы была не выше. Время теплой фазы созревания 3 суток. Через 3 суток, друзья, я расскажу, как он должен дальше созревать. Через 3 дня фаза теплого созревания закончена. Я за это время 3 раза переворачивал сыр. То есть раз в день. Получилась у нас вот такая вот головка. Сверху есть немножко соли. Разотрем ее по сторонам. Вот таким образом. И, друзья, теперь отправляем его на холодное созревание. Смотрите, я приготовил контейнер. Контейнер, в который полностью поместится сыр. Здесь решетка и дренажный коврик. Помещаю сыр в этот контейнер. И отправляю в холодильник при температуре 9-11 градусов. Где-то ориентировочно на неделю. Контейнер я закрываю крышкой. Нам надо, чтобы здесь была влажность порядка 90%. То есть очень влажно. Надо, чтобы стенки контейнера были немножко запотевшие. Если влажности недостаточно, сюда можно поставить рюмку или пиалку с водой. Естественно, с чистой, кипяченой, охлажденной. Как только на сыре начнет появляться плесень, мы вернемся и продолжим. Через 8 дней на горгонзоле начал прорастать пенициллинум Рокфорти. Сейчас я покажу вблизи, чтобы было видно. То есть плесень он покрыт не весь, но начали появляться вот такие вот участки. То есть вот видите, небольшие очаги пенициллинум Рокфорти уже видны. Плесень начала расти. Значит, процесс запущен и все хорошо. Это сигнал к тому, что надо сыр проколоть. Берем спицу. Естественно, она должна быть стерильная и должна быть немаленького диаметра. Потому что если отверстия будут маленькие, их затянут. Ну, затянет сыр. А наша задача обеспечить во внутрь головки доступ кислорода. Потому что, как вы знаете, благородная плесень пенициллинум Рокфорти растет только при наличии воздуха. Без воздуха она внутри расти не будет. Поэтому делаем вот такие вот проколы. С верхней стороны. Ну, извините, что сейчас будет долго. Быстро прокалывать я его не могу. Вот так по спиральке их сводим. К центру. Таким образом мы обеспечиваем аэрацию и хорошую благоприятную среду для роста плесени. Точно такие же проколы делаем вот так вот по боковине головки. И со второй стороны то же самое я его сейчас наколю. Проколол со всех сторон. Смотрите, сыр должен быть совершенно сухой. Он не должен быть слизкий. Он не должен иметь никаких посторонних запахов. Вот у него уже появляется такой характерный для сыров с голубой плесенью запах. То есть характерный запах Рокфора. Очень приятный, но пока еще нежный достаточно. И отправляем сыр дальше на вызревание. То есть так же, как и был, контейнер с дренажным ковриком. При температуре 10-12 градусов. Или даже 9-11 градусов. Будет правильно. Контейнер закрытый, потому что влажность у нас внутри должна быть 90%. Естественно, все это должно происходить в темном месте, то есть в холодильнике. Потому что на свету пенициллин в Рокфорте растет плохо, развивается плохо. Ну, естественно, в холодильнике. Вот. Если вдруг контейнер начинает сильно потеть внутри, можно его на некоторое время приоткрыть. То есть он должен быть легонько запотевший. То есть там влажность должна быть 90%. Вот 85-90%. Если вообще начинает течь капли воды по стенкам, значит влажность практически 100%. Это многовато. И тогда приоткрываем контейнер на несколько часов, чтобы вот это вот запотевание ушло. И потом опять закрываем. Обратного процесса, как правило, не бывает. В закрытом контейнере при наличии сыра сухо быть не может. Но смотрите за корочкой. Если она будет сильно подсыхать, можно поставить рюмку с чистой кипяченой водичкой в контейнер для повышения влажности. Вызревает горгонзола от 2 до 3 месяцев. Через 2 месяца, это у нас будет вызревать 2 месяца, у нас будет горгонзола дольше. То есть, если, допустим, 3 месяца и выше, это будет уже горгонзола пиканта, выдержанная. У нас будет такая среднего срока созревания, скажем. Но вообще дольше от месяца начинается, если честно. Но мы возьмем средний срок. И через 2 месяца проведем дегустацию этого сыра. Разрежем головку, покажем, что у нас получилось. На что хочу обратить внимание? На культуру плесени и пенициллином Рокфорти, которую я покупал в интернет-магазине. Сырок... Ну, в общем, ссылка на магазин в описании. Ссылка на плесень тоже в описании. Сырок.com.ua Интернет-магазин, который я постоянно, последнее время, рекомендую. До этого несколько раз у нас были с плесенью реально проблемы. То есть, плесень через 2-3 недели только начинала вырастать. Зависит либо от производителя, либо от жизнедеятельности самой культуры. Может, она просроченная была, может, перегрета где-то. То есть, реально на 6-й день начала плесень появляться. Я заметил маленькие очаги. На 7-й, 8-й день уже, как видим, ее хорошо видно. То есть, я думаю, процесс пройдет замечательно. Итак, друзья, встречаемся через 2 месяца на дегустации. С удовольствием вам представляем рецепт сыра Горгонзола от интернет-магазина сырок.com.ua. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Оставайтесь с нами. Делитесь нашим видео, чтобы как можно больше людей начали варить сыр в домашних условиях самостоятельно. А мы вам стараемся показать, что это просто. Что ничего сложного в этом нет. Все происходит так дома. Для меня это, например, не напряжно. Для меня это очень классно. Еще более классно потом взять бутылочку вина, нарезать себе тарелку разных домашних сыров и сидеть дегустировать тихим летним вечером или осенним. Друзья, спасибо за внимание. Удачи всем. Всего доброго. Пока.